Приветствую вас! Я вам сразу, наверное, скажу, что для того, чтобы помочь вам отомстить человеку, как минимум, нужно знать его. Соответственно, что это человек? А ваш мужчина, вот, и понять, как бы, что его может родить, задеть, что его может зацепить. Знаете, такая штука. То есть вот это вот очень важная история. На самом деле, если вы, ну, действительно хотите ему там сидеть. Но, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения психологии, я вам совершенно точно могу сказать о том, что мир вам не даст абсолютно ничего, потому что вы мстите уже другому человеку, не тому, кто для вас висходит отменить. И ваша проблема в том, что вы человек идеализировали. И вы не хотите признать это, вы не хотите признать то, что вы его идеализируете. Потому что, там и до идеализации есть ваша ответственность, так как за ней стоят ваши же потребности и ваши же желания. Вот, понимаете, какая штука, какая история. Вот, так что ориентироваться я бы рекомендовал вам все-таки на то, что человек просто оказался не тем, кем вы его считали. А считали вы его не тем, потому что изначально хотели, изначально хотели кого-то другого. Понимаете? Вот. То есть, изначально вы не взяли на себя ответственно за свои собственные потребности. Смотрите, значит, выпишите, мне парень изменил, я из-за него все потерял. Что именно все потеряли? Как можно из-за измены человека все потерять? То есть, понимаете, да, вот, то, что вы чересчур в человека вкладывались, то, что вы все поставили на него, это важная ошибка. Знаете, какая история? Это важная ошибка. Это же не его ошибка. Он может быть как раз-таки чувствовал, он чувствовал, он мог чувствовать, что вы, ну, вот, идеализируете как раз-таки его. Он мог чувствовать, что вы предлагаете на него чересчур большие надежды. И именно поэтому он мог, он и мог вам изменить. Кстати, вы еще, вот что интересно, да, вы предпочли поверить ему. Вы предпочли поверить ему, что он вам, ну, то есть вы предпочли не поверить, а вы предпочли, как это сказать, продемонстрировать ему, что вы поверили. Вот так, вот. Хотя, на самом деле, это не так совсем, да, и вы ему, как бы, ну, не поверили, вы ему, на самом деле, вот, как бы, в действительности, вы ему не поверили. Вот. Но вы его, получается, как бы, обманули. Вот. А вам бы, по-коррочему, узнать, вам бы, по-коррочему, узнать, почему человек вам изменил, что ему, ну, что его не устраивало, что ему не нравилось, что ему было неприятно, почему ему, почему он это сделал. как так вышло, что он вот, ну, что он совершил такие вот, значит, ну, такой поступок, вот, понимаете, какая история, вот это было бы, в общем-то, справедливо, вот, это было бы справедливо, это было бы хорошо для вас, это было бы хорошо для вас, это было бы правильно для вас, вот, а вы этого сделать, вы этого сделать не, как бы, не стали, вы решили, как бы, так не поступать, вот, и что получается, что вы испугались, вы испугались, там, к примеру, правды, вы испугались, к примеру, того, как все на самом деле обстоит, вы не захотели узнать, но ведь это и дает вам незавершенность, то есть не желание, нежелание, нежелание исследовать краски, проблему, нежелание работать над ней, нежелание понимать ее, вот, это и дает вам, по итогу, вот, тот самый негатив, который вы испытываете, тут то самое чувство, ну, вот, то самое чувство незавершенности, которое у вас, у вас есть, оно вот, краски, да, оно краски дает, вам о себе знать, и оно будет вам давать о себе знать до тех пор, пока вы этот вопрос на себя не решите, не решите, вот. Значит, таким образом, ключевой момент включается в том, что для того, чтобы отомстить, если, если вы все-таки, ну, если вы все-таки решили это сделать, а для того, чтобы отомстить, нужно, как с ним, знать человека, вот, знать человека хорошо, нужно, нужно, ну, ну, нужно, чтобы вы человека знали хорошо, чтобы вы его знали идеально, вот, и только тогда тогда вы сможете, значит, реально сделать ему больно, если такова ваша цель изначально. Поскольку вы его идеализировали, это, с точки зрения психологии, является детским, ну, детским переживанием, детским восприятием человека, вот, и, соответственно, можно говорить о том, в таком случае можно говорить о том, что ваши желания, ваши желания, ваши желания, лежат в основе, в основе, собственно, идеализации этой. И если вы хотите действительно сейчас разобраться, то было бы неплохо, а очень неплохо рассмотреть вот эту самую идеализацию, как, эм, как симптом, как что-то такое отдельное, вот, как что-то отдельное, что связано, ну, непосредственно, непосредственно с вами. Ну, вот, значит, месть, когда вы мстите, вы считаете, что человек вас предал, дело в том, что, как бы, ну, ну, образно говоря, есть, ну, скажем так, есть искаженное представление о том, что такое предательство, вот, потому что, предательство, это, ну, обычно, под предательством понимается такая история, когда человеку причиняет боль, ну, другой человек, другой человек причиняет боль, но момент здесь, он в том, момент здесь, он в том, что, эм, боль чувствуете вы только из-за того, что человек, которого вы себе, к примеру, ну, к примеру, допустим, реально представляли, да, вот, человек, который вы, как, как вы думали, он есть, а он, на самом деле, его, ну, на самом деле, его не существует, да, на самом деле, он, как бы, как бы, оказался не существует только в вашем воображении, к сожалению, и это вызывает у вас очень, эээ, сильную, как бы, боль, и вам хочется как-то это компенсировать, вот, то есть, как бы, мстя, вы мстите, эээ, не человеку, вы мстите, эээ, тому образу, который вы себе, сами, эээ, придумали, вот. И, поскольку, образ, эээ, придуман вами, вот, поскольку образ придуман вами, ну, в общем, в общем-то, эээ, можно, эээ, с уверенностью сказать, что, эээ, эээ, ну, как бы, начав, 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 да, начав, эээ, свою месть, эээ, вы, как бы, будете испытывать только, ээээ, пустоту, вот. Потому что, как бы, мстить, мстить, вы будете, ну, по сути, по сути, дело себе, по сути, дело себе вы будете мстить. Вот. Эээ, я отдаю себе отчёт в том, что вам, ну, вам, возможно, это неприятно, будет, эээ, слышать, ээээ, ну, такие вещи вам будет неприятно слышать, безусловно. Вот. Но лучше, если вы, эээ, ну, для себя это всё-таки постарайтесь принять, и принять, что желая отомстить, опять же, вы, ээээ, как бы, проявляете всю ту же самую любовь к человеку. Вот. Тут тоже внимание, только, эээ, теперь уже по другим углам. Но, по сути, вы продолжаете жить, жить другим. Эээ, продолжаете жить другим, ээээ, как бы, пребывая в, ну, такой иллюзии относительно, ээээ, ну, относительно, ээээ, того, что, ээээ, если вот что-то будет у него, отомстить. Да, да, так, ну, изменится что-то вот у него, если ему будет плохо, например, вот, что будет хорошо, вау. Это ошибка. Не будет. На самом деле у вас ничего не изменится. Вам легче не станет, понимаете? Потому что, если вы негативно восприняли фактов его измены, то у вас была идеализация, и никуда это не денется. Никуда, эээ, при всем желании, вот, никуда, никуда это не способно денется. Вот. Эээ, вот, в принципе, эээ, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Эээ, который вы задаете. Эээ, то есть, опять же, если вы хотите, эээ, допустим, ну, ну, допустим, да, эээ, если вы хотите, ээээ, разобраться, ээээ, с тем, как, ээээ, ээээ, отомстить, вот, ну, кон, ну, конкретно. Для этого нужно, все-таки, ээээ, более детально исследовать вашего молодого человека. Для чего нужно, ээээ, как минимум больше информации о нем. Вот. О том, кстати, не бывает. Если вы, ээээ, все-таки, все-таки, прислушиваете, ну, прислушаетесь ко мне, да, и к моим коллегам, вот. Ээээ, то, соответственно, идеально было бы, если бы вы бы работали над, ээээ, собой, вот. И, все-таки, отказались от этой идеи. Вот. Вот, в принципе, в принципе, в принципе, так. Эээ, я думаю, можно ответить вам на, на ваши вопросы. Вот. Значит, которые вы, которые вы задаете. Вот, надеюсь, что это вам поможет. Если у вас, ээээ, значит, остались, ээээ, дополнительные вопросы. Ага, значит, пишите её в личку, буду рад помочь, вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи!